алина добрый день добрый день мы записываем очередное видео с вами и у нас к вам есть вопросы первый и наверное наиболее важный вопрос для всего русскоязычного интернета по крайней мере политически активного это именно вопрос а об алексея навального сегодня прошел ровно год со дня его задержания последующего ареста суда и этапирования он год сидит колонии в связи с этим напрашивается такой вопрос что если бы навалину удалось выйти сейчас чтобы это изменило в структуре российского протеста если бы изменила я наверно ничего обнадеживающего для его поклонников и фанатов не скажу если бы он сейчас вышел уже ничего не изменилось более того я подчеркиваю и хочу чтобы это все-таки запомнили что именно возвращение алексея навального и бездарная стратегия тактика фбк в значительной степени обусловили усиление диктатуры то есть люди стали тормошить вот эти все механизмы а диктатура это в первую очередь бюрократический механизм насилия а потом уже включаются или не включаются какие-то эмоции то есть это не насилие ради насилия это насилие как реакция на определенные действия эти действия были непрофессиональными скажем на мой взгляд если бы сейчас алексей навальный вышел чего ему желаю в любом случае потому что я считаю повторюсь его полит заключенным я считаю что ни в какой тюрьме ни по какому делу находиться он не должен ни единого дня и ни единой секунды если бы он сейчас вышел скорее всего он был вынужден был эмигрировать как и многие политические активисты и весь состав фбк действовать из-за границы как ни странно возможно действовать из-за границы дала бы ему больше политических возможностей потому что он мог непосредственно бы встречаться с представителями западных политиками он предпочел простой путь на мой взгляд совершенно инфантильный вот этот модернистский путь героя якобы героя это вопрос предпочел ли он его или ему его навязали я склоняюсь ко второму но формально этот путь он предпочел и оказался в ловушке да к сожалению вынужден с вами согласиться и могу от себя что-то тоже добавить да по поводу алексея на мой взгляд конечно конечно же если бы он сейчас вышел он либо он был бы поставлен перед жестким выбором либо заниматься продолжать тем же сам чем он занимался либо действительно до эмигрировать но в любом случае его фанаты его бы поддержали даже если был он фуфу то есть что другие кредитами недавно AZ васbest вебык фанатов навального нет ищите днем с огнем попробуйте устроить акцию на пушкинской и привести туда фанатов навrite нас Нет фанатов есть последователи в В рамках фатальных консенсусов, которые образовались, это медийные консенсусы в первую очередь, и есть, но назовём их очень узкой группой лиц, фанатов нет. И в любом случае уже больше никто ничего делать не будет, люди не настолько глупые, нельзя было людей как баранов. Десять лет начинают с болотной везти в никуда, а потом засадить Лёшу, а потом вывезти его из тюрьмы и опять им размахивать как знаменем. Нет, это всё больше не получится. Да, да, действительно. В общем-то так оно и есть. Тут я не спорю, что со мной это в общем-то ни в какую контуру не идёт. Второй вопрос. Интересный такой вопрос. Ваши отношения к Евгению Понасенкову и почему его так сильно не любит российская интеллигенция? У меня совершенно нормальное, позитивное отношение к нему. Талантливый человек, нарцисс, не скрывающий своего нарциссизма, что хорошо, потому что он рушит вот эти представления о том, что нарциссизм это плохо, мне это импонирует. Не все его взгляды я разделяю. Тут вопрос только, почему он меня спрашивает о том, почему он не любит интеллигенция? Я никоим образом себя не отношу к интеллигенции. Я отношу себя к ней только тогда, когда у меня есть возможность подписать письмо от Конгресса интеллигенции, потому что это письмо имеет политическую его значимость, но по структуре личности я не являюсь интеллигентом. Почему его не любят, я не знаю, любят его или нет, я не знаю, как к нему относятся. Возможно, он слишком выражает какие-то взгляды, которые не считаются корректными или приличными, которые не одобрены вот этой массой людей. В интервью Дмитрию, Дмитрий Быков, когда брал интервью у Понасенкова, он спросил его очень странную для меня личную вещь. Он спросил его что-то вроде, кто вам покровительствует. Он полагает, что говорить какие-то политически смелые вещи без некого покровительства нельзя. И это на самом деле, видимо, и есть то, что тревожит и травмирует интеллигенцию. Они действуют все-таки в рамках дозволенного, и поэтому тоже, в общем-то, слился протест, потому что его представители в либеральном лагере, а именно интеллигенции, они очень сильно себя ограничивают во всем. В первую очередь, в стремлении к власти, которая является, в общем-то, движущим политическим мотивом. Да, интересно, интересно, да. И тогда перейдем к следующему вопросу, который касается скорее даже, ну, отчасти метафизических основ России, а именно, что перед, допустим, перед какими-то масштабными социальными и политическими событиями происходит, как сказать, открытие каких-то, ну, назовем их врат условных, да. То есть, каких-то возможностей для определенного слоя людей. И эти люди, не будем называть их фамилии, они начинают в больших количествах присутствовать в том или ином поле. То есть, в данном случае мы поговорим о литературном поле. В российский литпроцесс хлынули буквально вот эти вот самые, как их можно назвать, низовые шатуны. И это тоже своего рода предзнаменование, что все-таки перемены будут идти. Но не факт, что они будут идти так, как это глаголят многочисленные политаналитики, но они идут, они и происходят. Но, к сожалению, пока это перемены, условно говоря, к худшему. Да, да. Конечно, они окно возможностей, они принимают... Это окно возможностей. Вы лазили отовсюду, они принимают за окно возможностей донный люк на дно. То, что происходит, вовсе не говорит о том, что возникли какие-то политические или литературные, или иные перспективы. Просто поле политическое зачистилось, поле культурное зачистилось. Люди стали высказываться очень осторожно. Никто не хочет не получить клеймо иногента, не попасть тем более в тюрьму. Не все хотят или могут уехать. И действительно засуетились самые низовые маргинальные прослойки, почувствовав, что можно якобы что-то сделать. Полезные люди, да, не будем называть их именами, пиарить их, они того не заслуживают. И удивительно не то, что не полезное, а то, что им дали ход. То есть институт репутации у нас не работает, это мы знаем, потому что он не работает настолько, что дает ход людям, которые низкие подлые во всех своих проявлениях, не особенно талантливые, откровенно безумные. Они пропагандируют идеи деструктивного толка про Новороссию, вот это вот все, вот это все вливается вроде как в либеральный лагерь. Это, конечно, очень нехорошая тенденция. Она объясняется еще и тем, что эти люди, они кажутся такими энергичными, витальными. На самом деле они просто болезненно суетливые. И те, кто руководит процессом, думают, что принимают эту болезненную суетливость за какую-то адекватность, за какую-то современность. Они думают, что это как разрулит какие-то ходы, что эти люди за них что-то будут делать. Да нет, но они не раз доказали свою недееспособность. Ну, в общем, сам по себе этот процесс с точки зрения психиатрии, наверное, любопытно за ними наблюдать, но ни в коем случае не соприкасаться. Да, действительно, чтобы не давать им обратную связь, которая им позволит ориентироваться в вид пространства, в частности. То есть, будучи лишёнными... Ну, они еще не любят оперировать к именам, мол, они знали тех или иных, там, покойников особенно. Они очень хорошо дружат с покойниками, некоторые дружат со мной, якобы дружат, да, или представляются, там, чуть ли не от моего имени, а я их либо знать не знаю, либо видела, да, 20 лет назад в малоприятных для них обстоятельствах. То есть, ну, это еще и такие лгунишки, но другое дело, что никто не будет их разобличать, изобличать публично, поскольку, ну, они компрометируют, компрометируют всё вокруг. Хорошо, вот вы упомянули про ставшим печальным институтом в российском обществе, таким как иностранный агент. Вот, что это за институт, кем он введен, зачем, ну, кроме того, что мы знаем официально, как вы к этому относитесь, и кто недавно стал иноагентом, и почему. Ну, о ком вы можете знать. Так, введено государство, задают вопросы, ответы на которые знают, знаете ли вы все, вы знаете, что такое иноагент, зачем это введено. Всё это, кстати, придумано с подачи таких же, собственно, мразей, как те, кого мы обсуждали выше. Это всё дугины и так далее, которые своеобразным образом интерпретировали работы Карла Шмидта, которые подвели их под советскую идеологию, которые актуализировали тренд пятой колонны, и, собственно, из пятой колонны родились иностранные агенты. Но не так давно галерист Марат Гельман и ещё десятка человек были назначены этими самыми иностранными агентами, а вчера на двери матери Мараты Гельмана появилась надпись «иностранный агент». Вот это уже, конечно, перебор, потому что всё, весь дискомфорт данного, так сказать, статуса юридического, он сосредоточен в том, что человек не может совершать определённые действия или может их совершать очень неудобно для себя, то есть под каждым там пастом писать иноагенты, давать финансовые отчёты. Он находится специально под колпаком, как какая-то журналистка написала это, как голым выйти на улицу, вот как-то так. Да, это определённый социальный дискомфорт. Но это не то клеймо, которого пыталась добиться власть, что ты написал на двери человека иностранный агент, и соседи начали плеваться, потому что соседям всё равно в лучшем случае, а в худшем случае они примут, то есть они обратят свой гнев именно на тех, кто расписывает двери, что это, в общем-то, хулиганство. И глубинный народ, которому апеллирует власть, он действительно абсолютно индифферентен к такого рода маркировкам. И сделать из-за людей врагов народа, ну, собственно, не получится. Симптоматично, что сам Марат Гельман не рассчитывал и никак не ожидал такого удара. Он привозил в Третьяковку картины, 200 картин он подарил в Третьяковке, и он думал, что эта власть во всяком случае, ну, так же будет индифферентна. Но нет. Это говорит нам о том, что при диктатуре нет никаких правил, не работают никакие договорённости, не работают никакие связи, и каждый становится абсолютно уязвимым. Да, получается такая ситуация, что когда-то советские люди могли гордиться блатом, так называемым, да, условно, да, какими-то действительно связями в верхах, но сейчас это не работает вот вплоть до того, что даже крупных деятелей могут также, точно так же записать в разряд иноагентов. Да, действительно. Ну и, наверное, в завершении что-то вы, может быть, скажете, как обычно, по тому, как будет всё развиваться. То есть, конечно, это очень сложно сделать однозначно, но тем не менее попробуйте, что будет происходить с политикой культуры. Это очень абстрактный вопрос. Абстрактный. Ну, что-то на свободную тему. Что вы хотите сами сказать? Я ничего сама, я жду на вопросы. Ну, вопросы пока закончились, пока нет, пока не закончились, пока их нет. Что-то обнадёживающее, потому что, ну, всё-таки... Ну, открылись горизонты возможностей для тех, кто мыслит нестандартно. Вот, вот, вот. Тех, кто мыслит стандартно, кто идёт за вождём, кто идёт за опытом, вычитанным в книгах и так далее, они все сейчас на наших глазах проигрывают. Другое дело, что ситуация, она опасна, да, она опасна для всех, но она интересна, лично для меня. В общем, не страшно, как говорится, страшно и интересно. Да, так говорится, русская рулетка, вышедшая на новый уровень, я бы так сказал. Ну, теперь весь мир превращается в русскую рулетку. Да, да, весь мир в этом плане, да. Спасибо вам большое. Я надеюсь, всё-таки... ...вот эти открывшиеся двери, окна и прочие отверстия, возможности, они в итоге срезультируют всё-таки в какие-то реальные изменения. В реально положительные изменения. Друзья, спасибо всем, кто присылал вопросы. Присылайте вопросы ещё, мы будем выходить регулярно. Реквизиты для финансовой поддержки указаны в описании видео и в моих постах. До свидания. До свидания.